Говорите грамотно. В школах Фокина прошло пробное собеседование по русскому языку для выпускников 9-х классов. В 256-й общеобразовательной школе в устном экзамене приняли участие более 70 школьников. Подробнее о событии в нашем следующем сюжете. Красивая, грамотная, правильная речь – визитная карточка образованного человека. Умение точно, убедительно и образно выражать свои мысли – полезный навык, которому нужно учиться. Четыре года назад Министерство просвещения России утвердило проведение нового экзамена для школьников – устного собеседования по русскому языку. Перед итоговой аттестацией проводится пробное испытание. Девятиклассники могут проверить свои способности в ораторском искусстве. Мы сегодня проводим пробный репетиционный экзамен для девятиклассников по ИУЗ – итоговому устному собеседованию. Сам ИУЗ – итоговое устное собеседование направлен на проверку спонтанной речи учащихся. И на проверку чтения. Как девятиклассники, пятнадцатилетние школьники умеют читать. Читать не просто складывать буквы в слова, но и правильно склонять, правильно ставить ударение. Модель собеседования по русскому языку включает четыре задания. Это чтение вслух текста с последующим пересказом, высказывание по выбранной теме в форме монолога и диалог с экзаменатором-собеседником. Знания и умения ученика оценивает учитель-эксперт по специально разработанным критериям. Главный из них – соблюдение норм современного русского литературного языка. Вот критерий, расписано, оценивается чтение вслух, оценивается пересказ по каждому критерию, что там, как он там просклонял. В это время учитель-эксперт заполняет свой черновик, который потом данные из черновика переносит в специальный протокол. Здесь он в протоколе пишется 0,0,1, либо правильно, либо неправильно. Допустил ошибки или не допустил ошибки. Результат устного собеседования оценивается по системе «зачет-незачет». Оценки не выставляются. Всего на экзамене можно набрать 19 баллов, но для зачета достаточно получить 10. Главная цель аттестации – проверить, развиты ли у детей умение использовать речевые навыки для выражения своих чувств и мыслей. Пробный экзамен помогает детям также преодолеть страх перед контрольной проверкой знаний. Первая цель – это всегда, чтобы дети увидели саму процедуру, как проходит этот экзамен, потому что мы стараемся придерживаться этой процедуры. Конечно, какие-то нюансы мы опускаем, потому что это все-таки пробник. Но, например, у девятиклассников мы не ставим сейчас звукозаписывающее устройство, чтобы облегчить и нам ускорить это время прохождения, чем на экзамене. Итак, первая – это процедура. Она проводится в двух целях – и сами учащиеся, и в то же время сами учителя, потому что это раз в год проходит, мы тоже забываем, как это проводится. Поэтому мы тоже вспоминаем эту процедуру. Вторая цель, конечно, чтобы учащиеся знали, что у них не получается, и чтобы у них было время где-то свои ошибки скорректировать, исправить, обратиться к учителям и знать, что делать. На подготовку участнику дается несколько минут. Само собеседование длится около 15 минут. За это время ученик обязан доказать, что вполне преуспел за 9 лет обучения в школе. Главное – не растеряться. Во многом успех испытания зависит от психологического настроя ребенка. Переживаем, ничего страшного, мы справимся, мы сильные, все у нас будет хорошо. Надо убирать из речи все паразиты, надо все-таки стараться говорить правильно и красиво, литературно. Спасибо. У вас получается? Искренне на это надеюсь. Результаты покажут. Хочется и пробный, но все равно я волнуюсь, потому что не каждый день я таким занимаюсь, и мне страшно. Но я уверен в себе, хоть и есть капля сомнений, но я верю, что я его сдам, потому что я старался, я готовился, я смогу. Ребята немного волнуются, но не очень сильно. Понятное дело, сегодня репетиция. Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников девятых классов пройдет во всех регионах России 9 февраля. И это уже серьезно. Устный экзамен является допуском к государственной итоговой аттестации. Мария Попова, Хафиз Басыров, Тихоокеанское телевидение.